Друзья, привет! С вами компания Руфер. Сегодня я нахожусь на одном из наших объектов, где мы приступили к работам по монтажу мансардных окон. Но также у нас есть немаловажная задача. Это провести ревизию подкровенных изоляционных слоев. Для того, чтобы полноценно провести ревизию, нам пришлось снять плиты ОСП. Аккуратно вот таким образом мы их складируем. Снимаем их с кровли, потому что на первом этаже у нас уже отделка сделана. Пойдемте вовнутрь. Друзья, мы поднялись с вами на мансардный этаж. И сейчас я вам покажу все технологические нарушения, которые мы установили. Первое. Перехлест и полотен не проклеены. Имеются вот такие вот многочисленные повреждения. Вот они, вот они, вот они, вот они. Ну, это, скорее всего, изначально ошиблись шагом крепления, поддерживающие доски. Но отверстие никто заклеивать не стал. Далее. Имеются также вот такие вот мелкие повреждения пароизоляции. Все, вот это вот приведет к очень печальным последствиям, к протечкам конденсата. И очень такой тоже интересный момент. Сейчас вам покажу. Выберу ракурс для того, чтобы правильно осветить зону. Вот обратите внимание, цвет пароизоляции идет один, один, один. И тут у нас прям такое пятно белесости, да, возникло. Вот видим, сверху у нас насыщенный, а здесь такой выигрывший цвет. Что значит здесь сделали, товарищи строители? Вот видим, да, прям кусок. Сначала смонтировали пароизоляцию, а потом решили бороться с грибком и плесенью. Мы носили, соответственно, специальные растворы. Категорически нельзя это делать. Нельзя допускать взаимодействие таких вот полимерных материалов с какими-то агрессивными веществами. Вот, собственно, это приговор. Пароизоляция уже вступила в реакцию. Видим разницу по цветовой гамме. Это приговор к ее замене. Идем дальше. Ну, примыкаем здесь каких-либо вообще, в принципе, нету, да? Понимаем, что закуют исполнение. Это заход водяного пара. Вот здесь вот вообще сторонами перепутали на пристенке. Уложили ее наоборот. Ну, и что по теплоизоляции? Вот такие вот у нас здесь потенциальные, огромные очаги, мосты, холода. Просто банально недоложен утеплитель. Здесь, когда сращивали стропилы, забыли уложить жут. Древесина усохла. Вот такие вот зазоры образовались. Вот отсюда будет уходить тепло. И вследствие будет образовываться конденсат, который будет у нас потом возвращаться во внутрь помещения. Давайте покажу вам, как устроено утепление на данной крыше. Стропилы у нас 200, но утепление мы сделали 150. Такие вот куски здесь отсутствуют. Потенциальные у нас тихоунды. Вот такие вот зазоры. Видим, да? Вот такие вот нюансы у нас. Утеплитель неплотно уложен в стропильный ноге. Зазоры, мышки тепло. Вот все вот эти нюансы приведут к очень серьезным последствиям, если эту крышу начнут отапливать. Сегодня я подготовил для вас небольшой видео-обзор такого продукта, как мансардное окно. Давайте расскажу немного о нем. В обзоре у нас окно от компании FAKRO, модель PTP-VU4. Прежде всего, данное окно изготавливается из ПВХ-профиля. Внутри имеется стальной металлический каркас, который усиливает ПВХ-профиль. Окно оснащено вентиляционным приточным клапаном. Пропускная способность до 41 куба в час. Размер окна 94-140. И в данном размере окно выпускается с двумя ручками, расположенными в нижней части. Предусмотрены два режима микропроветривания. В данных режимах окно можно зафиксировать с помощью ручки. Вот, соответственно, эти два режима. Раз и два. Данная модель у нас среднеповоротная. Открывается она по центральной оси. Имеет четыре контура уплотнения. Где они расположены? Вот это у нас второй контур уплотнения. Вот это у нас первый контур. Первый контур у нас разрывной. Частично расположен на коробе. И также он расположен на створке. Вот здесь вот. Это уже контур уплотнения номер два. Также у нас уплотнение расположено на боковых накладках дополнительные. И расположено на штапиках стеклопакета. Что касается по энергоэффективности кейф-центру данной модели. С двухкамерным стеклопакетом. Достаточно неплохой. 0,90 составляет. Вот такое вот окно. Ну что ж, друзья. На этом все. До скорых встреч. Всем пока.